В Красноярске откроется выставка чикагского фотографа Сандро Миллера. Малкович, 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 аммаж мастерам фотографии. Сам фотограф приедет в Красноярск, чтобы в первый день провести экскурсию. Фото интересно хотя бы тем, что везде в роли мужчин и женщин голливудский актер Джон Малкович. Что это за ход, расскажет нам продюсер выставки Наталья Сипета. Здравствуйте. Здравствуйте. Вот у нас в названии использовано слово аммаж. Почему так? Ну да, странное слово. На самом деле американские фотографы, как ни странно, любят усложнять свои названия. Но в данном случае аммаж означает как бы реплика одного фотографа другим фотографам в качестве его дани памяти. То есть таким образом Сандро Миллер в 2014 году решил сделать, наверное, лучшую свою выставку, за которую он получил награды как лучший международный фотограф, которая основана на перефотографировании лучших образцов фотографии 20 века с участием одного единственного героя во всех образах. И этим героем был его друг, американский актер, режиссер и продюсер Джон Малкович. Джон Малкович. Почему так получилось? Они были давно знакомы? Да, они давно близки, они работают много лет уже вместе и создали достаточное количество работ и в области фотографии, и в области кино, это слишком громко сказано, но за короткометражный фильм «Бабочки, Баттерфляй» Сандро, с участием опять-таки Джона Малковича в главной роли, Сандро получил приз от директора галереи Саачи из Н. Саачи, как лучший фильм года в области искусства, он был признан. А вам нравится Малкович или вы поклонница Сандро? Почему решили эту выставку? Да, я, конечно же, обожаю Малковича, и, наверное, конечно, образ Малковича сыграл в этом свою роль, но здесь есть два аспекта. На самом деле для меня, наверное, таким решающим моментом было то, что некоторое время назад в сетях обсуждалась мысль о том, что почему к нам никогда не привозят работы таких известных авторов, как Ани Лейбовец, Диана Арбус и других, в общем, монстров фотографий. На самом деле они привозят действительно потому, что работы эти находятся в лучших музеях мира, и нам они, в общем, не очень по карману, и это вообще огромная работа, да, и целый проект сделать такую выставку здесь. А как раз Сандро Миллер дал нам возможность увидеть все эти работы, ну, только свою их реплику, но, тем не менее, мы можем посмотреть, да, что из себя представляют лучшие образцы фотографий 20 века, и в то же время мы, конечно, глядя на эти работы, образы, в которых сыграл один-единственный человек Малкович, не можем не улыбнуться. То есть, с одной стороны, это такая ироничная такая выставка, и кажется, она легкая, и мне самой захотелось тут же поиграть в эту игрушку, и мы предоставим эту возможность на выставке всем посетителям, то есть мы делаем стенды для переодеваний, там, наборы для грима, и по субботам будет работать два часа в неделю гример для того, чтобы ты мог прийти, значит, на фоне переодеться, сфотографироваться и попробовать себя, да, в этом образе. Ну, мы все любим играть, чего уж там. То есть вот это второй такой момент был решающий для меня, почему мне захотелось, потому что, мне кажется, мы никогда не перестаем играть, просто становясь взрослыми, мы играем, там, в свою работу, в свои хобби, да, какие-то. Ну, а здесь вот игра такая в чистом виде. Вот переговоры с Сандром были сложными, или он сразу согласился приехать в Сибирь? Нет, вы, на самом деле, выставка, переговоры были не с Сандром, а с, наверное, партнерами Московским центром фотографии имени братьев Люмьер, и они ввезли эту выставку в Россию на три года, и мы получили приоритетное после Москвы, после них сразу право экспонировать, выставлять ее здесь, в Красноярске. После нас она уже поедет в Питер и в другие города. Что касается Сандра, он, в общем, с удовольствием поддержал мысль о том, что, да, я хочу приезжать на свои выставки, но очень жесткий график. И вот то, что он, на самом деле, удалось согласовать, что он приедет на два дня, вышло, на самом деле, всего лишь потому, что мы здесь начали делать такую яркую промо-концепцию, что, когда он увидел наши ролики в сети, он сказал, все, ребята, я все-таки на два дня к вам приеду. А до этого, в общем, мы уже практически лишились этого шанса, потому что у него время там образовывалось только в конце ноября где-то. Вы когда сами на эти фотографии смотрите, у вас какие чувства возникают? Во-первых, это фотографии, которые, ну, много раз видены с детства. Это портреты Эйнштейна, Че Гевары, Сальвадора Дали. И это, ну, не просто какие-то портреты проходные, да? Это портреты легендарные, которые мы все видели, может быть, еще даже в школьных учебниках. Поэтому, с одной стороны, ну, не знаю, это вызывает восхищение, как работы. С другой стороны, сами эти люди вызывают восхищение. А с третьей стороны, когда мы увидим Малковича в этих образах, это вызывает, конечно, улыбку, ну, и однозначно симпатию. Там же, кроме фоторабот, будут еще другие локации? Да, будут локации. Как раз вот я говорила о том, что можно будет примерить образы на себя. Ну, и, наверное, главная фишка, о которой я сейчас скажу впервые, поскольку только сегодня получила письмо от администратора Сандра. Сандра хочет здесь презентовать как раз и свою короткометражку «Бабочки», за которую вот они получили приз директора Сачи. И, главное, свою позднейшую работу вместе с Сандром Миллером, вместе, господи, с Малковичем сделанную, совместно с фондом Дэвида Линча, которая называется «Рекреации в образы Дэвида Линча». И в Красноярске будет впервые в России презентация, презентация вообще этой медитативной работы. Это эксклюзив? Это эксклюзив, да. В России не было этого еще. Он презентовал только в Америке. Ну и еще раз, когда и куда приходить людям? Приходить 13 октября у нас открытие. Продаются билеты пока еще в кассах и в интернете, и в кассах музейного центра. А 14 октября выставка начинает работать с утра, в свободном режиме. Всегда, все дни недели, кроме понедельника, приходите в музейный центр «Площадь мира» на площадь «Мира-1». Так теперь называется бывший кис, бывший музей Ленина. Спасибо большое, было очень интересно. Я напомню, что у нас в гостях была Наталья Сипета, продюсер фото-выставки.